Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос, который вы задаете. Все это сводится к тому, что вам очень больно и обидно из-за того, что у вас не было парня. И, соответственно, вы не живёте интимной жизнью, хотя вам 23 года. У вас есть опыт сравнивания себя с другими людьми. И, соответственно, вы спрашиваете, загоняюсь ли я или у меня какие-то отклонения. Понятно, что в вашем вопросе чувствуется некая неуверенность в себе, да? Сомнения, желание опереться на кого-то, вот на мнения, например, психологов, по сути, незнакомых вам людей. А втайне вы надеетесь, что вам скажут, что всё в порядке, что ты загоняешься. Может быть, при определённых обстоятельствах вы хотите в большей степени первого расклада, нежели чем второго. То есть вы хотите, чтобы у вас были отклонения, потому что это могло бы позволить вам быть вне рамок, которые сейчас на вас достаточно сильно давят, которые сейчас достаточно сильно по вам, как мне кажется, бьют. То есть это такой момент. И вы знаете, вот чисто внешне, да, чисто внешне вы боитесь быть белой вороной, исходя из того, что быть белой вороной плохо. Вот есть в психологии, ну, психологической науке, есть такая установка, будь как пси, не поднимай голову, не поднимай голову, да, это вот всё с советских времён. И вот у меня ощущение, что все за вас эта установка работает. То есть если у всех что-то есть, а у меня нет, значит я какая-то не такая. Но обратите внимание, что по факту получается, что вы игнорируете ценность своего потенциального мужчины. То есть вы смотрите на мужчину сейчас только как на возможность для себя, ну, вот получить, да, то, что вам нужно. То есть как на средство быть как все. А при этом вы не видите в мужчине собственно ценность, собственно личность, потому что вы не видите, вы не видите этого в себе. Вы говорите, что да, я понимаю, не нужно гнаться за толпой и так далее. Ну, когда она взвозь, например, у меня на душе скребут кошки. А вот у вас как-то существуют такие полюса, как то, что я личность, и в то же время я должна быть как все. Это вас раздирает. То есть может быть у вас есть сейчас в интеллекте, да, вот, ну, в мыслях, в мыслях у вас есть идея о том, что вы личность, что не нужно гнаться за толпой. Вы это знаете. А на уровне чувств есть вот это вот неосознаваемое стремление к тому, чтобы раствориться в других людях, чтобы быть как все, чтобы быть защищенных, вам ничего не угрожало. И вот с одной стороны вы как будто бы за счет своей сверхмотивации, сверхмотивированности построите отношения. Людей от себя отталкиваются, ну, потому что вот это неизбежно, к сожалению. Неизбежно, неизбежно отталкиваются до людей с сверхмотивацией, потому что там за ней, как правило, следует неизвестность, за ней, как правило, следует навязчивость. Ну, то есть, вот, все, все, вот, это все вместе, как бы, идет. И, соответственно, человек, он чувствует, что в нем нуждается, нуждается в нем очень сильно и, естественно, пытается выставлять какие-то границы, пытается выставлять какие-то рамки, чтобы, ну, защититься. То есть, это, как бы, вполне себе естественная такая история, с одной стороны. С другой стороны, человек чувствует, что вы нацелены не на него, да, а вот на себя, на свои какие-то желания. Это тоже сталкивает, а вы, в свою очередь, вот именно вы, вы, в свою очередь, отказываетесь от того, чтобы посмотреть, а какую проблему решаете вы, стремясь к отношениям сейчас, сейчас. Как вообще появилось, появилось у вас в сознании, да, у вас вот в поле-то, в вашем, в вашем внимании. Вот эта проблема, эта позиция, что если я ни с кем не встречаюсь, если я в 23 года не вышла замуж, то со мной что-то не так. Как эта проблема появилась. С другой стороны, мне кажется, что вы пытаетесь следовать требования. Вот есть требования, которые пришли к вам извне. Требования связаны с тем, что я должна выйти замуж, родить ребенка, создать семью. Да, я должен это сделать. И я чувствую себя виноватой за то, что не делаю этого, не могу этого сделать. Вот, знаете, есть, есть в психологии такое, понимаете, как саботаж. Саботаж, это внешнее проявление повиновения чему-то, внутреннее противоборство и срыв этого. С целью что-то, что-то доказать. Вот я могу предложить такую гипотезу сейчас, а вы попробуйте подумать, правда это или нет. Относится это к вам в какой-то степени или нет. Когда-то вы услышали к себе такое вот требование, такое вот высказывание, что ты должна, если ты не выйдешь замуж, не родишь детей, там, не создавая семью, то ты никто, из-за тебя никак, вообще ты какая-то вот, значит, ну бракованная, там, с тобой что-то не так. И вы, наверное, вы испугались, наверное, вам стало страшно, вы, как бы, боялись и боитесь того, что с вами может быть что-то не так, если не сделать вот этого. Но, с другой стороны, вы подавили в себе протест, вы подавили в себе ощущение, вот, не хочу. То есть, ну, вы же, ну, вы же не хотели тогда, на тот момент выходить замуж. И с мужчиной, скорее всего, возвращаться вы тоже не хотели. И именно, вот, быть, ну, быть с кем-то вы не хотели, я думал. И когда вы сделали счастью своего жизненного смысла семью, вы принесли туда же, как мне кажется, и вот, вот, нежелание, этот протест против. И это тоже отталкивает, отталкивает вас от отношений. Это тоже отталкивает вас от сближения. Плюс, к всему, есть некоторые границы. Да? То есть, между вами и, там, другими людьми. У вас, мне кажется, с этим есть проблемы. Потому что, ну, подобное, подобное восприятие некоторых установок, которых вы, ну, описываете здесь, свидетельствует о том, что, вероятно, вы были подавляемы и неоднократны. Значит, если вы были подавляемы и неоднократны, то вы привыкли к тому, что ваши личные границы деформируются. Да? И, естественно, близости вы боитесь. И вот из всего этого рождается такая в чем-то комичная немножечко, в чем-то, безусловно, печальная картинка, когда пустыня вокруг, значит, где-то посередине пустыни, пустыни, есть кустик. В центре кустика, в центре кустика находится водичка, вот, она окружена иголками, она окружена, значит, такими шипами, да, и есть человек, который очень сильно хочет пить. И для него источник утоления жажды, возможность утоления жажды находится прямо перед ним, он чувствует запах, он чувствует прохладу воды, но он не может ее выпить, потому что она защищена иголками, шипами и брозом. И он, вот, ходит, бегает вокруг этого родника, он пытается пролезть, он пытается собраться к воде, он, человек колет себя, человек режет себя, человек покрывается царапинами, ранами, вот, но он не пробирается к воде, и он чувствует только боль. Отличие вот этого образа, безусловно, этот образ сейчас у вас, вот, это вы. Отличие, реальное отличие заключается в том, что сделать отношения с семьей, детей, единственным способом, единственной возможностью быть полноценной, это исключительно ваш выбор, который вы когда-то приняли. Ну, наверное, под давлением кого-то, наверное, под опередетом кого-то, но выбор был сделан вами. То есть вы согласились с этой позицией. Теперь она стала вашей. Подумайте, просто подумайте. Есть ценность человека, одного конкретно взятого человека. Ну, например, вы. Например, вы. Если вы свою ценность ставите под сомнение, то почему вы считаете, что после того, как вы встретите парня, станете женой, родите ребенка, почему вы считаете, что вот все, что у вас будет, вы воспринимаете как идеальное, такое же, как у других людей. Ведь совершенно очевидно, что есть тенденция к тому, чтобы себя обоценивать. Совершенно очевидно, что есть у вас тенденция к тому, чтобы сравнивать себя не в свою пользу. Неужели вы считаете, правда, неужели вы правда считаете, что выполнив определенные условия, вот просто добившись его, вы уберете в себе обоценивающий импульс? Понимаете? Если я прав, и у вас есть скрытый процесс, который вы продолжаете, который вы несете, то процесс этот вам нужен, и он будет конфликтовать с теми нормами, которые вы пытаетесь следовать. А это означает, что никакие внешние факторы по типу семьи, мужа, ребенка вам не помогут. На какое-то время, да. Но потом вам нужно будет, чтобы муж соответствовал норме, ребенок соответствовал норме, чтобы у ребенка были определенные успехи, иначе он плохой, а если он плохой, плохая и вы. Муж должен соответствовать каким-то рамкам, а иначе он плохой, а если плохой, он плохая и вы. И в итоге это будет тотальный контроль. Собственно, тотальный контроль себя и других, себя и своих близких. Ну, вот подумайте об этом. Если вы не хотите для себя и для твоих любимых такой судьбы, да, такого участия, такого будущего, то, на мой взгляд, стоит начинать что-то менять. И хорошим шагом могло бы стать обращение к специалисту для лучшего понимания себя. На этом все, надеюсь кто помог вам. Удачи, всего самого доброго. Субтитры создавал DimaTorzok